Здравствуйте, уважаемые тельцы! Меня зовут Станислава, я экстрасенсорный астролог и психолог, ангелотерапевт. Рада тому, что вы подписываетесь на мой канал, рада вашим приятным комментариям, вашим лайкам. Рада тому, что вы в числе моих клиентов, а если еще нет, то все мои контакты вы можете найти в описании под этим видео и обратиться ко мне лично. Я работаю индивидуально и с душой. Рада вам и желаю вам всех желанных вам благ! Общий астрологический прогноз на август 2019 года для всех, кто телец по знаку Зодиака или по Солнышку, по Асцендентку, а также по Луне. Мои хорошие, этот месяц уникальный, случаются два новолуния. Первая новолуния во Льве, а вторая в Деве. Первая новолуния 1-го числа, а вторая уже 30-го августа. Акцентирован ваш дом. Дома, семьи, родни, рода, начало-начал и дом любви. Самый приятный дом, любвеобильный. Больше всего энергии планет в доме любви соберется уже во второй половине месяца, а точнее даже ближе к третьей декаде. Первая половина месяца будет посвящена и освящена вопросами семейно-строителями. Быть может у вас постройка дома или ремонт, может быть у вас переезд, может быть вы съезжаетесь, начинаете совместно жить со своим любимым человеком. У кого-то из тельцов это время беременности и рода разрешения, у кого-то только зачатие, зачатие новой жизни. Если не в прямом смысле у вас ребеночек, то какая-то новая жизнь у вас начинается. Действительно переезд или ремонт, может быть все кардинально поменялось у вас этим летом, и вот словно бы с чистого листа вы начали заново. У кого-то возможно выход на новый уровень отношений с любимым человеком, в том числе возможно официальные союзы. У кого-то из вас поменяется многое в жизни, и я желаю вам, чтобы эти перемены были наиболее гармонично вами восприняты, потому что любые перемены всегда к лучшему, а наша реакция на них это наша ответственность. Давайте радоваться, давайте жить счастливо. Уже 1 числа случается масса событий, кроме того, что новолуние, соединение Солнца и Луны, соединяется также Венера и Марс, и они соединяются с Солнцем и Луной. Две пары соединяются вместе в одном знаке зодиака, в знаке лев, а это знак любви. В этот же самый день Меркурий становится директным. Я могу сделать такой прогноз, дорогие мои тельцы. В это время вы будете в паре совместно с кем-то пребывать в уютном для вас месте. Возможно, будет две пары. Я не знаю, это может быть даже проиграться, как двойная свадьба. К примеру, вы и ваша сестра одновременно выходите замуж, женитесь. Например, вы и брат. То есть две пары. Две пары в вашем доме. Может быть, вы пригласите погостить к себе домой какую-то семейную пару. Может быть, это будут те люди, которые уже когда-то гостили у вас, и вам будет приятно это возвращение. А быть может, напротив, вы с кем-то жили, какой-то большой семьей, большим коллективом, и вот, наконец-то, у вас появится возможность разъехаться и жить отдельно, отдельно своей семьей с любимым человеком. Будет тригон к Юпитеру от точки Новолуния и к Херону в Овне. Поэтому, мои прекрасные, ну, конечно же, тригон, который ваш восьмой дом, это совместно нажитое имущество. Поэтому у вас может появиться совместно нажитое имущество, или у вас может наследство появиться. К примеру, действительно вам мама или папа на свадьбу подарят квартиру. Вот, например, такой вариант. Так как Овен – это ваш двенадцатый дом, здесь для кого-то из вас возможен переезд даже за границу. А быть может, вы едете в путешествие какое-то, к примеру, в свадебное путешествие за границу. Если для вас не актуальна тематика переездов, раздела и совместно нажитого имущества с родителями, или, например, с бывшими супругами, то, возможно, это просто вопросы действительно такие, когда вы из какого-то кризиса вышли на свет, на белую полосу. Период, когда вы можете выйти из темной полосы в светлую, может быть, именно 1 августа. Этот самый день, он может быть очень мощным для вас. Присмотритесь к этому важному дню. Это то время, когда кто-то завершает этап, кто-то начинает, а для кого-то, возможно, конец и тут же новое начало. Потому что, дорогие мои друзья, все, что начинается, заканчивается. И только конец заканчивается новым началом. Для многих из вас возможно вступление в официальный союз, который уже не впервые. То есть не первый раз вы уже подписываете документы. Возможно, взаимоотношения не любовного характера, но дружеского, либо партнерского. Вот такие вот серьезные, второй какой-то шанс. Идет энергетика двойной пары, двойственности. Когда и муж, и жена, и возлюбленные, и возлюбленная. Быть может, вы переходите из отношений возлюбленные и возлюбленные в отношения муж и жена. Для многих из вас актуально. Здесь, возможно, пополнение в роду. Возможно, вам придется много денег отдать, вложить. Вот снова-таки, да, помочь кому-то. Например, брату или сестре, маме или папе. Вложиться деньгами в чье-то дело, в чей-то союз. Вопросы совместных капиталов для вас очень важны. И здесь вы можете проявить себя как благотворитель. В вашем знаке зодиака у нас уран. И в этом месяце, а именно 12 августа, уран будет становиться ретроградным. Очень длительный, продолжительный период ретроградности урана. С 12 августа этого 19 года по 11 января 2020 года. Это период для вашего проявления в мир как гениального создателя и творца. Как друга или подруги, как альтруиста, как человека, который способен своей любовью объять весь мир. Это период, действительно, когда вы можете проявить себя как благотворитель. Но вам очень важно пребывать в состоянии умиротворения, в состоянии равновесия. Гениальные идеи будут переходить в вашу голову вот такой продолжительный период времени. Это время, когда, если вы ученый, можете стать первооткрывателем. Если вы работаете в сфере инноваций, IT-технологий, совсем современным и ультрамодным, нестандартным и революционным. Это время этих революционных идей, когда они будут приходить к вам в голову. Возможно, эта революционная идея будет связана, действительно, с каким-то переездом для вас. Потому что практически одновременно с разворотом в ретро Урана разворачиваются в директное движение Юпитер в знаке Зодиака Стрелец. Для вас это снова-таки акцент на совместное имущество с кем-то. Могут быть подняты или разрешены, наконец-то, что скорее будут разрешены, вопросы совместного капитала. В это время вам очень важно пропустить через свои руки необходимое количество денег. И поделиться, и принять, и совместно вложить. Быть может, что вы собираетесь вместе с любимым, с мужем или женой переезжать, перелетать куда-то очень далеко. Что достаточно нестандартно для вас, тельцы. Но, скорее всего, там вы нашли лучший дом. Поэтому это время, 11-12, вот эти числа плюс-минус, потому что медленные планеты действуют загадя, задолго до и задолго после. Это время может принести вам какое-то экстремальное совершенствование вас через то, что вы что-то отпустите, чтобы что-то новое привлечь. Грубо говоря, вы можете сами пойти на какой-то риск, на какое-то отпускание, даже шоковое, неожиданное, возможно, отпускание денег и большой суммы денег. Но вы будете знать, ради чего вы отдаете эти деньги. Это может со стороны казаться деньги на ветер, но вы точно гениально знаете, да, это ваш гениальный план. Вы знаете, куда вы вкладываете деньги. Даже если со стороны будет казаться, что вы пускаете их на воздух. Может быть, вы открываете свой бизнес в интернете. Может быть, вы совершаете вклад в какую-то благотворительную организацию, глобальную, и люди не могут понять, зачем вы это делаете, да, зачем вы отправляете детям в Африке, да, какие-то там, помощь оказывать благотворительную. Но вы знаете, зачем. Вы знаете, у вас есть какая-то классная идея. Быть может, вы школу открываете благотворительно, да, чтобы помогать детям учиться. Быть может, вы просто, не знаю, перед сентябрем покупаете малоимущим семьям, помогаете купить школьные принадлежности. И вы знаете, почему. Скорее всего, потому, что у вас цель повысится в статусе, приобрести авторитет, вес в этом обществе. Может быть, вы планируете стать депутатом, и поэтому сейчас вот в вашем городе вам нужно так показать себя, так себя проявить. В этот же самый день, когда Юпитер разворачивается в прямое движение в вашем доме кризиса совместного имущества, наследства, капиталов, в этот же самый день Меркурий заходит в ваш дом любви, да. Нет, простите, в ваш дом дома. Ваш дом дома. Поэтому, может быть, вы правда организовываете какой-то бизнес на дому, либо какую-то благотворительную организацию на дому. Быть может, эта организация на основах пожертвования, да, то есть, собственно говоря, она благотворительная, но любой человек может вам помочь материально оказать вот такую благотворительную помощь. Так, к примеру, как это делаю я. Я работаю в интернете, работаю альтруистично, но прошу вас, что если вы чувствуете желание помочь мне материально, поддержать мой канал, то вы, конечно же, это можете сделать любой доступной для вас суммой. И делайте это, если вы чувствуете желание сердца, мои дорогие тельцы. Вот такая же история, похожая, какая-то может проиграться у вас, когда вы начнете что-то делать альтруистично, но мир будет вам возвращать, непременно возвращать финансы или другую какую-то энергию, которая вам сейчас больше всего нужна. Если у вас нехватка денег, это деньги. Если у вас нехватка любви, возврат любви через то, что вы проявляетесь в мир и отдаете то, чего у вас с избытком. И ретро-уран, и директный Юпитер, и Меркурий во льве, это то, что вы понимаете, что нужно делиться не только тем, что у вас с избытком, но и тем, чего вам самим как раз-таки не хватает. Не хватает любви, делитесь любовью. Не хватает денег, денетесь деньгами, чтобы их становилось у вас больше. Ну, а во второй половине месяца у нас энергия перетекает в дом, получаемый любви. Начинается все с полнолуния, 15 августа, в доме любви. И здесь вас могут влюбиться, причем многие люди, у вас может появиться много поклонников. Вы можете стать известным блогером, политиком. Вы можете действительно засветиться очень капитально в какой-то большой организации. Политической, социальной, благотворительной, либо в интернете. Начав вести какую-то такую деятельность на общественных началах. Но напомню вам, что возможно это также будет в потенциале приносить вам деньги. И возможно даже очень скоро, вот уже буквально через несколько дней. Потому что дальше энергия заходит в ваш дом заработков на творчестве, на хобби, на радости жизни, на отдыхе. То есть занимаясь чем-то по любви, с любовью, занимаясь каким-то хобби, отдыхом, возможно вы начнете дальше уже зарабатывать на этом деньги. Сделаете на этом бизнес. Больше всего энергии планет в вашем доме хобби, бизнеса, любви и любимых людей. Сюда 18 числа заходит Марс. Сюда 21 числа заходит Венера. 23 числа в вашем доме любви Солнце. И Марс с Венерой второй раз соединяются, но уже не во Льве, как 1 августа, а уже в Деве. И снова соединяются с Солнцем. Вот эту картинку я подобрала именно под этот день. Новый цикл Венера-Марс происходит в вашем пятом доме любви. Поэтому конечно же для многих из вас, особенно если вы по асценденту телец, это встреча с возлюбленным, если вы одиноки, это выход на новый уровень в отношениях, это прекрасные романтические встречи и путешествия. Для кого-то здесь браки и официальные, и неофициальные, все возможные, гражданские, гостевые, все равно, потому что вы будете чувствовать, что вас любят горячо и телом, и сердцем. А 29 августа зайдет в ваш дом любви еще и Меркурий. Поэтому кроме страсти соединения возлюбленного с возлюбленной и освещенности этого любовного союза Солнцем, у вас добавится в этот союз и денег, и разума, что очень-очень хорошо. Ну и вот уже на следующий день, 30 августа, в ваш дом любви зайдет и Луна, и здесь случится новолуние, соединение Солнца и Луной. И снова как в самом начале месяца, в самом конце месяца будет две пары. Это может быть снова очень как-то интересно для вас проиграться. У кого-то на внутреннем уровне, когда вы сможете совместить, совместить, а ведь это высший пилотаж, я думаю, согласитесь, совместить роль возлюбленной и жены для одного человека, для одного мужчины быть и прекрасной любовницей, и прекрасной женой. Мужчине для вас аналогично, вы сможете совместить роли прекрасный муж и прекрасный любовник. Это не всем по плечу, очень многие от этого страдают. Так вот у вас появится такая возможность, начиная с 30 августа, мои прекрасные тельцы, чувствовать себя Венерой в объятиях любви, чувствовать себя Венерой полностью удовлетворенной, потому что ваш мужчина, он вам и добытчик, и прекрасный возлюбленный. Мужчине аналогично, ваша Венера, она и жена вам прекрасная, и Луна вам прекрасная, и прекрасная Венера. А еще это ваша звездочка, это ваше солнышко. Я вам желаю, чтобы у вас была гармония в паре, чтобы вы отражали свет любви друг к дружке и к друг к дружке, и жили в этом счастье и в этой гармонии. Самое важное, дорогие мои тельцы, 31 августа Белая Луна заходит в ваш дом брака. Это по моим данным, не все астрологи высчитывают Белую Луну, так как ее высчитываю я. Я пользуюсь не самым популярным, но любимым мною методом расчета Белой Луны. Так вот, по моим данным, Белая Луна заходит в ваш дом брака, и у вас наступает целых 7 месяцев благоприятных для вступления в брак. Это период с 31 августа 2019 года по 29 марта 2020 года. Белая Луна, англ-хранитель, будет в вашем доме брака гармонизировать ваши партнерские отношения. Поэтому вы точно встретите свою любовь, верьте в это, верьте в это, чувствуйте, что у вас в душе, в сердце и во внешнем мире гармоничные отношения мужчины и женщины. Может быть, это двойная двойственность об этом, о том, что у вас гармония в паре с вашим возлюбленным или с вашей возлюбленной, и одновременно у вас внутри гармонично уживаются ваш внутренний мужчина и ваша внутренняя женщина. И также у вас мужчины, ваша внутренняя женщина и ваш внутренний мужчина. Может быть, об этом это, о том, что вы способны быть друг для друга светом, счастьем и универсальной, идеальной, самой желанной и волшебной любовью. Будьте счастливы! Всего доброго!